Добрый вечер, в эфире Вести Карачаево-Черкесия. В студии Ярослав Чекланов. Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Имрезов провел двухстороннюю встречу с главой администрации Карачаевского района Спартаком Кущетеровым. Руководители обсудили первостепенные планы по развитию населенных пунктов района в дорожной отрасли, сельском хозяйстве, социальной сфере. Рассмотрели перспективы строительства в районе маломалкоприемников, в первую очередь в Верхней море и в Верхней Тиберде, а также мини-цехов по переработке овощей, мяса и молока в Очкуландском ущелье. Запланирован и ремонт дорог. В Доме музея Исламбии Крымшемхалова в Тиберде наградили лауреатов медалью князя-просветителя. На этот раз форум по проблемам развития культуры карачаево-балкарского народа собрал номинантов за 19-е и 20-е годы, так как ранее мероприятие не состоялось из-за пандемии. Ахмат Халкечев подробнее. Эти крымшемхаловские чтения проходили с целым рядом особенностей. Так, первую часть форума с выступлениями, докладами и научными сообщениями участников было решено оставить в удаленном формате. За всю историю чтений еще не было, чтобы в один день медали получили 12 лауреатов. Так как из-за пандемии мероприятие в прошлом году не состоялось, на награждение пригласили номинантов за 2019-е и 20-е годы. Были в 2020 году очень крупные события в этом плане, большие достижения, которые не могли не быть отмеченными вот такой наградой. За вклад в развитие крочаево-балкарского народа в 2019 году медали князя-просителя Исламбикрам Шамхалова в номинации «Общественная деятельность» эксперты наградного комитета чтений присудили Ларисе Аппаевой и общественной организации «Белая речка» из Кабардино-Балкарии. В номинации «Искусство» семей Амина и Марины Узденовых из Кисловодска и Ибрагиму Занкишиеву из Кабардино-Балкарии в номинации «Литература» тоже оказалось два лауреата – Белялу Аппаеву за трилогию «Крылья народа», которую он выпустил в 2019 году. К сожалению, в начале этого года Белял Дубаевич ушел из жизни. Медаль за отца получил младший сын Мурат. Ну а директору Ногайского театра Валерию Сеперевичу Казакову медаль присудили за отражение исторической трагедии крочаево-балкарского народа в драматургии. У меня повесть там «Бессмертный полк» и сделали его пьесу. Получаются драмы двух народов. Драма отъезжающая и драма от остающего, которая остается, лишается своих родственников, а эти лишаются своей родины. За труды в 2020 году в номинации «Литература» награждены Хусей Бачиев за замечательный образец мемуарного жанра на родном языке книгу «Пусть не померкнет в памяти народа» и Борис Уртенов за изданную в 2020 году книгу «Мы у жизни в гостях». Ну а в номинации «Наука» за прошедший год оказалось три лауреата. Это Борис Тимукаев, издавший семитомник историко-документальных источников «Балкария. 20 век», Ахмад Глашев, завершивший трилогию по этнической истории «Хазарии и Алании». Ну а третью медаль в этой номинации получил Султан Астаков. За успешное завершение историко-социологического проекта книгу «Северный Кавказ. Этническая депортация глазами очевидцев». Актуальность этой книги заключается в том, что уже люди фактически умерли, которые могут вам рассказать что-то. А мы его собирали более 25 лет. Ну а в номинации «Общественная деятельность» медал «Исламбик Рымшамхалова» присудили коллективу благотворительного фонда по социальной поддержке малоимущих славев населения «Территория Милосердия-09» за проделанную работу в многосложных условиях к пандемии. Ахмад Халчевичев, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия, Тиберда. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 19 803 человека. Из них 19 339 выздоровели, 134 госпитализированы. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии дождь, ночью с мокрым снегом, в отдельных районах сильные осадки. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, а в горах будут порывы до 15-20. Температура ночью минус 1 плюс 4, днём 4,9 выше нуля. В Черкесии временами дождь, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0 плюс 2, днём 6-8 градусов тепла. В жизни бывает так непросто Встретить несокрушимого и непробиваемого Человека-каменную стену Человека-глыбу Зато встретить банк, за которым чувствуешь себя, как за каменной стеной, Легко ПСБ. Банк сильных людей Продолжаем выпуск. В Карачаево-Черкесии прошёл большой конный пробег. Участвовали 75 лучших жеребцов с богатой родословной. Всадники за три дня прошли 200-километровую дистанцию в традиционной национальной одежде и особым шагом. Репортаж Андрея Чистякова. Конная сотня чёрным потоком растекается вдоль горных склонов. Это весенний конный пробег. В сёдлах опытные наездники они правят карачаевскими жеребцами. Через реки и подлески всадники пройдут долгий маршрут. Он вне дорог. Обязательное условие. Преодолеть дистанцию нужно только особым породным, так называемым, производительным шагом. Скоростная прыть здесь не нужна. Лошадь карачаевской породы особенная. Хоть и невысока в холке, но чрезвычайно неприхотлива. Работоспособна и на удивление выносливо. Под седлом или с грузом в день способна без устали прошагать до сотни километров. Карачаевцы называют весну жаз баши, начало тепла. Скоро от оровец пойдут на летние пастбища в горы. Традиция здешнего скотоводства. А рядом с ней возрождается ещё одна конные пробеги. Но условия к испытанию допускаются. Только жеребцы сродословны. Чистота крови для горцев – символ чести. Это лошадь крылья мужчины. Многие всадники впервые на переходе. Ахмато пришлось везти скакуна из Кабардино-Балкарии. Походную угрыж для пробега создавал Лешорил сам. Быть названным после состязаний лучшим конезаводчиком – почётно. Лошадь для горцев. Можно сказать почти всё. Особенно тем, кто занимается разведением скота. Безверной лошади никак. Они едва сдерживают азарт своих коней. Кто-то гасит его перед стартом специальной джигитовкой. Кто-то ещё раз пробует походную амуницию. В дороге с конём предстоит провести несколько суток. Дай бог, нашим кавалеристам дорога была счастливой. На пусте старейшин с традиционной чашей айрана. Её же поднесут и победителю пробега. Вдоль всей дистанции за состоянием лошадей будет следить специальное жюри. Трое суток скакать этим всадником. Остановки только на ночлег. Имена лучших жеребцов назовут на поляне у медовых водопадов за известным здесь перевалом Гумбаши. А это в двухстах километрах от этого места. Андрей Чистяков, Евгений Радаев. Вести с Карачаево, Черкесии. В эти же дни составился конный переход кумыков из Дагестана в Карачаево-Черкесию на лошадях карачаевской породы. 11 дней гости добирались до Карачаевска. Свой переход они приурочили дружбе между братскими народами Дагестана и Карачаевой-Черкесии. 600 километров для лошадей – это немалый путь, и они безупречно справились со своей задачей, говорили наездники. Участников перехода перед въездом в Карачаевск встречали представители Федерации карачаевской породы лошадей. Поблагодарив гостей за оказанную честь, они вручили им почетные грамоты, памятные ножи и подарили жеребят карачаевской породы лошадей. В свою очередь представители Дагестана от имени конного клуба «Агачаул» передали в дар коня. В Тиберде проходит чемпионат России по сверхлегкой авиации. В Карачаево-Черкесию приехали более 30 парапланиристов из разных регионов России. За красотой полета наблюдал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Соревнования для тех, кому не страшен полет с огромной высоты. Участие приняли спортсмены из разных городов России. От имени министра спорта России Олега Матыцына всех участников чемпионата поприветствовал главный судья соревнований Игорь Казаков. Он отметил, что сегодня спортивная дисциплина параплан, скоростное парение набирает популярность не только у нас в стране, но и по всему миру. И такие чемпионаты способствуют развитию этого экстремального вида спорта. «Примечательно, что это соревнование проходит непосредственно в новой локации, именно здесь, в Тиберде, гостеприимной Карачаево-Черкесии. Красоту, которую вы можете созерцать, для местных жителей, наверное, это несколько приелось, а для нас это не передать словами, насколько это здорово». После открытия чемпионата для участников провели инструктаж и объяснили траекторию полетов по Тибердинскому ущелью. По горным дорогам наша съемочная группа вместе с участниками отправилась к месту старта. Здесь открывается панорама на живописнейшие пейзажи. И хоть апрель, дух зимы здесь еще чувствуется. А на самой высоте, как на ладони Тиберда. «Мы сейчас находимся на высоте 2600 метров. Это гора Лысая. Отсюда совсем скоро будут стартовать участники чемпионата на своих парапланах». Участники ждут специальных погодных условий, чтобы стартовать и набрать необходимую высоту. В этой спортивной дисциплине важно, используя воздушные потоки, пролететь определенную траекторию. «Нам нужно, используя энергию природы, восходящие потоки теплого воздуха или восходящие потоки ветра преодолевать большое расстояние». И вот, подобно «Орлам», участники поднимаются ввысь и так искусно управляют парапланом, проходя свой намеченный маршрут. Каждый должен пролететь дистанцию 30-50 километров и первым добраться до финиша. Организаторы чемпионата отмечают, что в этом виде спорта главное не только быстро долететь до финиша, но и преодолеть все точки маршрута. «Задача – очень быстро летать и очень быстро набирать высоту. Долететь до финиша, взяв все необходимые точки маршрута и прилететь на финиш. Все это фиксируется на GPS-навигатор и потом компьютер это все считает». Чемпионат будет проходить в течение 10 дней и после проведенных полетов определят победителя и призера в соревновании. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаево, Черкесия, Тиберда. «Как и с какого возраста можно дрессировать тигра, каков рацион хищников и характер?» Ответы на эти и другие вопросы получили дети Кавминвод и близлежащих регионов на бесплатном открытом уроке у именитых дрессировщиков и руководителей шоу «Планета-13» Карина и Артура Багдасаровых. Свои навыки усатой-полосатой продемонстрировали на манеже Кисловодского цирка. Закулисное шоу смотрела и Алла Качиева. Заслуженные артисты России, известные дрессировщики Карина и Артур Багдасаровы проводят бесплатные интерактивные занятия в каждом городе, где проходят их представления. Вот и Кисловодский цирк стал местом проведения традиционного открытого урока для 250 детишек из малообеспеченных семей, ребят с особенностями развития и с ограниченными возможностями здоровья. Есть такие детки, которые не все могут прийти на обычное представление, не все детки могут воспринимать яркий свет, громкую музыку, какое-то движение, большое количество людей. Поэтому мы с Артуром проводим такие репетиции. Именитые укротители рассказывают о своих подопечных, крупнейших хищников на планете. Любознательные мальчишки и девчонки задают на перебой вопросы Карине и Артуру. Как приручить тигров? Зачем нужна палка дрессировщику? Сколько весят животные? Какое количество мяса они съедают в день? Где и как их содержат? На все интересующие вопросы юные зрители получают ответы. А на манеже двухлетние усатые полосатые артисты – Бетти, Ахиллес, Байкал и Кар – демонстрируют свои навыки. Тигрята старались. Делали пируэты, прыгали через огонь, ходили по бревну. Публика встречала нам мировосторженными овациями. Ну а затем детишкам представилась возможность изучить азы дрессировки в игровой форме прямо на манеже. Они смогли побывать в роли артистов и их дрессировщиков. Дети в этот период, они даже если вы заметили, когда мы их уже сюда вот в клетку позвали, когда они стали тиграми, они уже более раскрепостились. У меня вот здесь был один мальчик, я заметила. Он с особенностями развития. Прыгал в клетку, девочка в кольцо, девочка прыгала в кольцо, да, медленно, на своей скорости, так как может. Но здесь в цирке дети раскрепощаются, они становятся настоящими, они ничего не боятся. Закулисная цирковая кухня оказалась очень интересной. Хотя к полосатым хищникам нельзя было подходить близко и гладить их, но зато дети узнали многое о жизни тигров и о секретах дрессировки. Благотворители постарались в этот день научить ребят правильно общаться с животными. Что вам больше всего понравилось? Когда они в кольцо прыгали. Когда они в кольцо горящее прыгали. Мне тоже. А мне когда они играли. Руководители шоу «Планета 13» дрессировщики Карина и Артур Багдасарова подарили в этот день изобилие непередаваемых эмоций. Поделились они и ближайшими планами. У нас осталось всего две недельки. У нас окончание 18 апреля. А с 17 числа у нас будет замечательный праздник. Это Всемирный день цирка. У нас будет очень интересно, будет салют и многие еще другие моменты. Так что приходите. Алла Качиева, Расул Бердиев, Вести Карачева, Черкесия, Кисловодск. Это все вести. Это все вести. Удачи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова